Девочки, всем привет! Сегодня для вас снимаю видео, как вы уже увидели с названия, про новинки в масс-маркете. Не знаю, как у вас, но эти продукты у нас недавно появились. И кому интересно, то оставайтесь смотреть. Первое, что покажу, это будут вот такие вот тени от Bourjois Smoky Intense в номере 62. Такие фиолетовые оттенки. В чём преимущество этих теней? У них есть, то есть, сами тени состоят из двух теней, серые, сиреневые и кремовой подводки. Также у них в комплекте есть вот такая вот кисточка для нанесения подводки, для нанесения, аппликатор для нанесения теней. Конечно же, я аппликатором особо не пользуюсь, но кисточка, в принципе, для подводки удобная. Значит, вот такие вот оттенки теней и кремовая подводка. Что хочу сказать, тени у меня уже, как бы, Bourjois есть, и поэтому, в принципе, Bourjois тенями я очень-очень довольна. Очень они мне нравятся. И также есть здесь в комплекте такая кремовая сиреневая подводочка. Очень красивая, очень хорошо наносится. В принципе, неплохо пигментирована. Просто шикарная подводка, я бы сказала. Ну, из всех палеток, которые у нас представлены, я вот для себя взяла вот эту сиреневую. Мне очень она понравилась, потому что там другие оттенки. Они красивые, да, но как-то немножко не для меня. Вот так вот выглядят сами тенюшки. Они слегка такие, немножко с блеском, с перламутром. И вот такая вот сиреневая, тёмная такая баклажан, может, что ли, ну, фиолетовая подводка. Красивые очень оттенки. И серый люблю, и такой тёмно-фиолетовый, бордовый, очень красивый. Могу всем рекомендовать эту палетку, кому подходит по цвету, кому нравятся такие оттенки. Поэтому присмотритесь и посмотрите, какие там ещё есть оттенки. Следующее, что покажу, это тоже будет от Bourjois. Вот такая вот тушь Twist Volume. Вот так вот называется. Эта тушь заявлена как длина, объём и разделение, подкручивание. У неё очень, её преимущество в том, что у неё очень интересная кисточка. Кисточка пластиковая. Вот первый этап кисточки. То есть нанесение в два этапа. Первый этап кисточки вот такой. Для длины и для разделения. Действительно делает такие длинные, хорошие ресницы. Но не слишком, скажем так, тонкие. В принципе, более-менее аккуратно и не слишком тонко. Но и в то же время очень-очень хорошо делает длину. И второй этап. Это мы поворачиваем вот эту крышечку. Видите, что же со щёточкой случилось? Она стала более такая спиральная. То есть немножечко компактней. То есть если первый этап, вот мы видим, что она более длиннее. То, когда мы переворачиваем, становится спиральная. И кисточка немножко компактнее. То есть для прокрашивания, я бы сказала, внутри и снаружи самой ресницы. И спиральная щётка всё-таки, она более делает такой прикорневой объём. То есть первый этап рекомендуется наносить длину. Второй прикорневой объём. Но если честно, мне вот только так тоже нравится. То есть я наношу по-всякому. И в принципе эффект неплохой. Получается и так, и так. Что касается самой туши, то туши, у туши кремовая текстура. Как вы видите, вот она набирается аккуратно на кисточку. То есть нигде ничего, никаких комочков не свисает. Аккуратно точно так же переносится и на ресницы. Хорошо обволакивает ресницы, влагоустойчиво. То есть не потечёт, если там потекла слеза. Или вы попали под дождь, под снег. То есть она нормально в принципе держится. Смываю любым средством макияжа для глаз. И либо же мицеллярной водой. Отлично всё смывается без каких-либо разводов. Поэтому думаю, что можно попробовать. Интересная новинка, интересная тушь, интересная хорошая щётка. Кто любит пластиковые такие кисточки, я предпочитаю больше пластиковые. Поэтому она мне сразу в принципе понравилась. И я думала, надеялась, что у неё будет такой хороший эффект. И он меня в принципе оправдал. Поэтому кому интересно, то попробуйте. Я думаю достойная тушь от Буржуа. Да, ещё забыла сказать, что тушь вот эта подходит для чувствительных глаз. Кто носит контактные линзы. Следующие три новинки у меня будут от Vivienne Sabo. От известной марки. И первое, что я вам покажу, это вот такой вот BB крем. У меня светло-бежевый. Если честно, то, наверное, надо было взять немножко потемнее. Но уже взяла светло-бежевый, единичку. Ничего страшного. Что хочу сказать о этом BB креме. Этот крем называется 3да-3нет. Можно и так сказать. Они заявляют о том, что 3да это увлажнение питания и улучшение цвета лица. И 3нет это жирному блеску, неровностям и эффекту маски. Что хочу вообще сказать. Мои ощущения. Конечно же, покажу вам текстуру. Текстура очень лёгенькая, очень такая жиденькая. Вот он вот так вот выглядит светлый. В принципе, когда ты его наносишь, он, конечно, очень-очень белый на мне. Но потом он адаптируется под оттенок кожи и становится нормально. То есть выглядит... Ну, для меня это BB крем выходного дня. Можно, наверное, сказать так. Потому что на каждый день мне недостаточно всё-таки. Мне хочется большего тонирования, большего такого выравнивания кожи. На выходные или просто там куда-то выйти прогуляться. То есть немножко привести себя в порядок. То он вполне подойдёт. Неплохо увлажняет. Неплохо так выравнивает цвет лица. Я бы сказала, немножечко вот в Т-зоне, где есть расширенные поры, он слегка как-то более не такие компактные становится, не такие расширенные. Ну, хватает его где-то часа на 3-4. Потом, когда лицо начинает уже блестеть, то, конечно, его как-то вроде и цвет есть на лице, да, но всё-таки этот BB крем, он немножечко, наверное, впитывается. И для комбинированной жирной кожи на данный момент, там, на зиму, на весну, я думаю, на осень он подойдёт. На лето, конечно, его будет маловато. Он, чтобы быстро так и хорошо убирать жирный блеск, я бы не сказала. Поэтому, вот, я его позиционирую как BB крем выходного дня. Он для меня сейчас служит. Следующая новинка, это, честно скажу, у меня никогда такого средства не было. Это вот такая вот штука тоже от Vivienne Sabo. Вот так вот называется, Ideal Sublime. Это средство для укрепления ресниц и бровей. Вот такая вот щётка на основе репейного масла. Вот она вот такая вот здесь, не знаю, как вам, вот так вот видно. Длинные такие зубчики, да, щёточки и коротенькие. Вот наносите здесь в составе репейное масло. То есть наносится она на ночь, на ресницы и на брови для укрепления, если у кого выпадают ресницы или брови, то для укрепления. Мне же стало интересно, поэтому я себе взяла. Ну и как для профилактики, в принципе, можно попользоваться. Я не скажу, что у меня там как-то выпадают ресницы или брови. Ну, мне было интересно. Я думаю, вам тоже будет интересно. Посмотрим на результат. Пользуюсь не очень долго. Я не думаю, что прям сразу как-то станут более крепкими. Но проверим. Проверим, обязательно расскажу про результат. И очень самой интересно, какой же будет эффект дальше при его дальнейшем использовании. И последняя новинка, которую я вам хочу показать, это вот такая тушь от Vivienne Sabo. Тоже у меня, как вы знаете, закончились все туши. Я вам показывала в пустых баночках. Эта тушь заявлена как тройной эффект. У нее тоже пластиковая щеточка. Длина, объем и подкручивание. Ну, стандартная упаковка от Vivienne Sabo. Черненький тюбик, золотая крышечка. Щетка выглядит вот так вот. В принципе, ничего удивительного. Моя любимая, как бы, такого плана кисточка. Вот. Довольна этой тушью. Слегка, конечно, мне как-то на кончиках делает немножечко какие-то комочки. Хотя я аккуратно очень пользуюсь. Что мне понравилось? Текстура понравилась, понравилась кисточка и понравилось нанесение. Если несколько раз нанести тушь на ресницы, то такой хороший очень объем прикорневой именно получается. Вот буржуа немножко так не делает, если их там, да, вот на данный момент две сравнить, то буржуа немножко не такой эффект. Все-таки текстура другая. Эта более такая кремовая, она немножко жирнее. Ну и, в принципе, подкручивается тоже за счет текстуры. То есть реснички как-то немножко вверх сами приподнимаются. Довольно тушью. Если сказать о том, сколько она стоит и какая ее цена, то, в принципе, она на свои деньги довольно-таки неплохая. Напишите, может кто-то пользуется, как вам нравится или нет. Вот эта тушь, потому что очень много отзывов о Vivienne Sabo и просто интересно ваше мнение. Ну, в принципе, мне понравилось, я бы сказала. Понравился эффект. Смывается она тоже неплохо. Мицеллярной водой и средством для демакияжа глаз смываю. Обычно, в принципе, довольно-таки быстро. Девочки, вот такие были у меня новинки. Новинки масс-маркета. Кому было интересно, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Комментируйте. Очень жду ваших комментариев. И до новых встреч, новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok